Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных сообщениях. Краеведческие прогулки с Куприным. В честь 145-летия со дня рождения великого писателя в Одессе состоялся литературный вечер, о чем рассказали в музее. История непотопленности святыни в Киевской области осветили возрожденный старинный храм, который 40 лет простоял в водах Каневского водохранилища. Тайные христиане. В Японии открылась выставка, рассказывающая о христианских мучениках, сохраняющих веру, несмотря на гонения. Одесса на минувший «Седминца» вспоминала великого русского писателя Александра Ивановича Куприна, который на протяжении нескольких лет жил и работал в южной столице. В сентябре исполнилось 145 лет со дня рождения замечательного художника Слова, автора многих произведений, в которых запечатлен неповторимый мир старой Одессы. В юбилейной дате в одной из центральных библиотек города состоялась виртуальная краеведческая прогулка. Там посетители смогли познакомиться с одесским творческим периодом писателя. Увлекательное путешествие совершила и Наталья Марчук. Литературный вечер в честь 145-летия со дня рождения великого писателя сотрудники Одесской библиотеки имени Ивана Франко назвали краеведческой прогулкой с Куприным. Александр Иванович не был рожден в Одессе, но одесситы его считают своим. Впервые посетив южную столицу в 1898 году, Куприн полюбил этот город навсегда и даже решил обосноваться здесь на несколько лет. Годы жизни в Одессе он провел не только в кресле с бумагой и пером. Южная Пальмира вдохновляла писателя и на другие увлечения, порой экстремальные и весьма рискованные. Одесса для него была полигоном своеобразным. Например, он здесь пробовал себя как водолаз. Он опускался на морское дно в водолазном настоящем костюме. Он летал на воздушном шаре вместе с Уточкиным. Они были большими друзьями. Чуть позже, когда появились аэропланы, он совершил полет на аэроплане вместе с Иваном Заикиным, известным борцом. То есть вот такие экстремальные увлечения у него были. Впечатления от встреч с этим городом и его жителями легли в основу многих рассказов и повестей писателя. К примеру, гранатовый браслет, белая акация, листригоны, в цирке, Олеся, поединок, гамбринос. Последнему произведению в ходе краеведческой прогулки было уделено особое внимание. Первое, что всегда приходит в голову, когда говорят Одесса и Куприн, это, конечно, гамбринос. Гамбринос, знаменитый рассказ об этом пивном ресторанчике стало известно во всем мире именно после рассказа Куприна. Ресторан под названием Гамбринос неоднократно закрывался и менял свое месторасположение. Нет в живых и знаменитого скрипача Сашки-музыканта. Однако последователь его, коренной одессит и виртуоз скрипки Олег Бровер, игравший в Гамбриносе более 30 лет, дарит сегодня городу любимые одесские мелодии. Они все те же. Во многих произведениях Куприна красной линией проходит главнейшая общечеловеческая ценность – любовь. Автор виртуозно воспевает самые светлые и прекрасные чувства. Любовь, она, ну как все интимное, оно для него важно. Так же, как, по-моему, для всякого любящего. Свою землю, свою родину, свою маму, свою семью, детей. То есть это одна из главнейших общечеловеческих ценностей, которые мы должны ценить, дорожить и беречь. Любить надо. Любить. Произведением Куприна в Одессе суждена долгая жизнь. Его повести и рассказы продолжают оставаться актуальными даже спустя столетия и волновать одесситов разных поколений. Каждый находит в них что-то интересное и важное для себя. Очень доступно и понятно для детей и для взрослых. Мне нравится его язык. Мне нравятся темы, которые он поднимает. То, что он не развлекает. То, что он переворачивает всю душу. Наталья Марчук, Игорь Петров. Информационное бюро программы «Седмица» Одесса. В Одессской области возродили старинный храм, который 40 лет простоял в водах Каневского водохранилища. Церковь в селе Гусинца осветил представитель Украинской православной церкви, блаженший митрополит Ануфри. Гусинский храм без преувеличения имеет очень интересную историю. О церкви, которая стоит на острове посреди водохранилища, смотрите далее в сюжете Натальи Дробязко. Оно снится им в снах, всплывает в мыслях каждый раз, когда вспоминается детство. Они помнят свое село, свою малую родину – Гусинцы. Село, которого уже нет на карте. Но оно живет в сердцах его бывших жителей. В 1971 году село Гусинцы Броварского района Киевской области вместе еще с десятком других сел было затоплено. Теперь здесь, куда ни глянь, воды Каневского водохранилища. Женка с моей Валентиной, вот это кустик зеленый стоит. Вот за этим кустиком была хата. Жена моя, Валентина, вон за тем кустом был ее дом. Отец ее работал фельдшером, военный врач. Дом стоял почти рядом с церковью. Все это, конечно, очень в памяти стоит. Стоит все дома, ну все село стоит перед очами, которого нет. И оснится часто, и все. Село ушло под воду, но Гусинская церковь уцелела. Построенная на холме руками мастеров, строивших не на года, а на века, она не поддалась воде. Заброшенный храм одиноко возвышался на маленьком островке. И лишь не частые путешественники или рыбаки время от времени заплывали сюда. А еще приезжали бывшие гусинчане, которых звала родная земля. Для меня это можно сказать все. Для меня это можно сказать все. Когда храм был не отреставрирован, то приезжать сюда было грустно. Но мы приезжали, хотя и добраться было трудно по такому бездорожью. И мы знали, что в этом селе нас ждет только вот эта церковь. Но мы знали, что среди воды нас ждет, никто в этом селе только ждет вот эта церковь. Молитвами верующих и трудами неравнодушных людей, во главе с наместником Киевского Кирилловского монастыря Архимандритом Варлаамом, Спасо-Преображенская церковь в урочище Гусинцы была возрождена к жизни. Реставрировали храм и колокольню, намыли островок, построили к нему мост и возобновили богослужение. И вот на днях храм был освящен. Чин освящения и божественную литургию совершил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Ему сослужили управляющие делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Броварской Антоний, архиепископ Равеньковский и Свердловский Пантелейман и духовенство епархии. Освятили храм в день усекновения главы пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна. Учителем покаяния святой предтечи является для нас и сегодня. Он учит нас для того, чтобы человек встретился с Богом, чтобы увидел Бога реально, так как мы видим друг друга в этой земной жизни. Человек должен приносить покаяние в своих грехах. Пусть молитвами святого Иоанна предтечи Господь подарит нам покаяние. И с покаянием придет на нашу землю мир. И мы перестанем враждовать друг против друга. Мы научимся жить и по заповеди Господней, в любви к Богу и к ближнему своему, во Христе Иисусе Господе нашим. На праздник приехали гости ближние и дальние, и в первую очередь бывшие жители гусинцев. Для них этот день – большой праздник. Это наша частичка села. Мы сюда едем как домой, как к отцу и как к матери. Мы очень рады, хотя и нет села, но эта церковь восстановлена. И нас это вдохновляет. Это поймет только тот, кто жил здесь. Села давно нет, но живет память о нем. Живут люди и живет храм, который своим перезвоном снова и снова будет собирать гусинчан со всего мира. Наталья Дробяско, Валерий Шрамко, город Киев. В Японии открылась выставка «Тайные христиане», повествующая о христианских мучениках. В Ватиканской библиотеке архивисты Японского национального института гуманитарных наук представили уникальные свидетельства о жизни японских христиан, которые в XVI-XIX веках вынуждены были исповедовать веру тайно. На выставке представлены свидетельства, документы и письма на тончайшие рисовые бумаги, которые были собраны хорватским монахом-миссионером Марио Морегой, трудившимся в Японии в начале XX века. А также следственные документы из библиотеки Ватикана и его секретных архивов, в которых содержится признание христиан, живших в Японии с XVI по XIX век и подвергавшихся самым разнообразным преследованиям, пыткам и казням. Японцев-христиан заставляли топтать иконы с изображением Богородицы и Иисуса Христа, если они отказывались, распинали или сжигали заживо. Запрет на христианство в Японии действовал почти 300 лет. Ситуация изменилась лишь в конце XIX века. Выставка позволяет посетителям ознакомиться с этими малоизвестными страницами истории. Наш выпуск продолжит краткий обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! На этой неделе православные сайты разместили много интересных публикаций. На некоторые из них мы хотим обратить ваше внимание. Могут ли миряне проповедовать в храме? Церковь после многолетнего вынужденного молчания постепенно возвращается к апостольским и святоотеческим принципам катехизации. Древняя церковь смотрела на катехизацию именно как на совместную работу духовенства и мирян. В Новом Завете мы видим не только благовествующих апостолов, но и проповедующих мирян, игравших важную роль в церковной жизни апостольского века. И сегодня церковь также благословляет на этот священный труд всех тех верных, которые имеют желание, призвание и соответствующие знания. Но все ли так просто? Мирянин на Омвоне за и против. Материал на эту тему разместил портал «Православная жизнь». Раскол путь в Унию. Рядовой украинец, который в лучшем случае знает о существовании трех православных конфессий в Украине, удивился бы, узнав о существовании еще одной – украинской автокефальной православной церкви обновленной. Собственно, это даже и не конфессия, а одна из епархий украинской автокефальной православной церкви, отколовшаяся от нее после конфликта архиепископа Игоря Исиченко с Мефодием Удряковым. К чему это может привести, все подробности вы найдете на сайте Союза православных журналистов. Иллюзия научности. Ортодоксальный атеист против равнодушия. Существуют очень разные атеисты, но в целом мы можем выделить некий набор взглядов и аргументов, характерный для атеистической критики христианства. В научных кругах достаточно широко известна книга британского автора Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». Докинз – ученый-биолог, но гораздо большую известность он приобрел как страстный проповедник атеизма. Точнее, он излагает то, что можно назвать ортодоксальным атеизмом. В чем его особенность? Об этом читайте на сайте журнала ФОМА в Украине. Пять шагов, которые изменят ваш подход к воспитанию. Быть родителем просто и сложно одновременно. Моменты счастья сменяются мгновениями, вызывающими растерянность. Растерянность, как правило, связана с отсутствием у родителей уверенности в правильности своих действий. Появляется желание получить подтверждение, совет или рекомендацию. Перечень простых инструментов, которые помогут без посторонней помощи принимать правильные решения и, самое главное, получать удовольствие от воспитания, вы найдете на сайте клуба родительского мастерства. Талант – инструкция по применению. Не взрывай свой талант в землю. Эти слова являются главным жизненным принципом для любого человека, открывшего в себе какой-нибудь талант. Но знаем ли мы о происхождении этой фразы? Действительно ли в ней идет речь о наших способностях к рисованию, музыке, танцам и прочим видам творчества, которые нам ни в коем случае нельзя в себе оставлять без развития? И, наконец, каким образом талантливый человек может зарыть свой талант? Попробуем разобраться в этих вопросах, которые на первый взгляд кажутся такими простыми. Чем в нашей реальной жизни являются таланты из притчи? И что за прибыль мы должны на них получить? Ответы ищите в статье, которую опубликовал православный интернет-дайджест для всех душа. А с новыми публикациями мы познакомим вас ровно через неделю. Вы смотрите «Седмицу» и продолжение выпуска о таких событиях. Из брусьев, досок и покрышек житель Севастополя из старой мебели смастерил игровую площадку, на которой собираются детвора с окрестных дворов. Церковные песнопения, классика и джаз. Музыкальный проект «Место встречи Остров Классики» открыл новый концертный сезон. В этот раз состоялось выступление всемирно известного вокального коллектива «Мэн Саунд». Всенародный день отца отметили во Львовской епархии. Как прошло торжество? Создать детскую игровую площадку собственными руками, чтобы было где играть внукам. Севастополец Валентин Владимирович Некрут этой идеей загорелся еще в 2008 году и воплотил ее в жизнь. Бывший военный строитель, старая мебель, от которой избавляются горожане, смастерил площадку, на которой собираются детвора с окрестных дворов. Где можно сесть за руль скорой помощи, подержать штурвал самолета и отправиться в плавание, ударив корабельный колокол, знает Светлана Карташова. Музыка Проблема крупногабаритного мусора – проблема любого города, где время от времени на улицах появляются отслужившие свои срок стулья, оконные рамы, шкафы и диваны, которые хозяева выселили из своих квартир, обновив обстановку. И пока городские власти с переменным успехом этот мусор пытаются победить, некоторые севастопольские умельцы давно нашли неожиданное решение. Музыка Очень понравилась идея, что люди не выкидывают старую мебель, а что-то интересненькое для детей делают. Тут даже почилили качели красивые сделали. В общем, я думаю, что здесь не только местные дети гуляют. Вот мы сюда тоже в гости пришли. У нас тоже есть площадка, но она скучная. Мне очень нравится эта площадка и кажется, что она сделана с любовью, с заботой к детям. Именно с любовью эту детскую площадку перед рождением первой внучки мастерил один человек – Валентин Владимирович Некрут, тем самым подтвердив, что бывших военных строителей не бывает. Думаю, ну как, дитё будет, а играть не тот пустырь, как зовут. Абсолютно. И в 2008 году пустырь превратился в любимое место ребятни. Но первую площадку уничтожили, поскольку водоканал производил ремонт труб, пролегающих на месте площадки. Но Валентин Владимирович не сдавался, восстанавливал место детского досуга. Ведь теперь здесь играют уже четверо его внуков, которые и подсказывают, что именно им захотелось бы видеть. Так в течение месяца были сделаны молоковоз, самолёт, кораблик, узнаваемый автомобиль из мультика Профунтика и полюбившаяся сразу всем скорая помощь, где по вечерам девочки с аптечками и бинтами спешат спасать больного. Вечером семьи с детьми сюда приходят из соседних дворов. Приходят и говорят, мы вам заплатим, сделайте площадку. Я говорю, люди, это грех. На детях зарабатывать это во-первых. А во-вторых, создать такую площадку родители вполне могут и сами. Главное захотеть. Ради своих же детей. Подойти творчески, с фантазией, да и сами дети подскажут, говорит Валентин Викторович. Внучка захотела разрисовать шалаш. Чтобы рисунок сохранился, сверху покрыл лаком. И каждый может сделать свой вклад в доброе дело. Создать маленький мир, где ребенок будет спешить на помощь в машине скорой помощи или отправляться в морское путешествие. И затраты здесь только время, потраченное на детей. Ведь строительный материал классифицируется как крупногабаритный мусор. Меняют окна на пластиковые, двери на пластиковые. Дерево куда? Выносят сюда. Ну это в лучшем случае. Или выводят в кусты, в лесопосадку. Все выносится сюда. Я в утречке, самое главное, утром раньше встать, пока его дачники не увезли на дровах. Беру стекла, вытаскиваю, гвозди вытаскиваю. И вот все это из дверей, из окон, ну бросовый материал. Ну видите, в основном колеса. Колеса, колеса, колеса. Уже, казалось бы, и места на площадке скучного не осталось. Можно и остановиться в творческом порыве. Но у Валентина Викторовича есть еще одна идея. Два отличных руля должны вписаться в игровую площадку. Частью какого транспортного средства они станут, пока секрет и сюрприз для мальчишек и девчонок. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым. Музыкальный проект «Место встречи Остров классики» открыл новый концертный сезон. 30-й по счету концерт, организованный Центром православной культуры «Лестница», особенно порадовал меломанов. На этот раз на сцене театра имени Горького блистал киевский джазовый коллектив «Мэн Саунд». Он представил новую концертную программу. С выступления в Днепропетровске начинается концертный тур по городам Украины, который продлится несколько месяцев. На концерте побывала и наша съемочная группа. Музыкальный проект «Место встречи Остров классики» открыл новый концертный сезон. Для того, чтобы получить пригласительный билет на этот концерт, зрители готовы выстоять длинную очередь, ведь каждая музыкальная встреча уникальна и приносит неповторимые впечатления. Мне нравится все. Спасибо, что «Лестница» устраивает такие концерты. К сожалению, в Днепропетровске у нас очень мало проходит таких концертов и фестивалей, поэтому хорошо, что есть такая возможность. Я стараюсь не пропустить ни одно такое прекрасное мероприятие. И это, считаю, подарок для города очень большой. Мне лично все нравится. Я в большом восторге и с удовольствием хожу на все концерты. На этот раз на сцене театра Ивни Горького блистал киевский джазовый коллектив «Мэн Саунд». Он представил новую концертную программу. Этой встречи ждали, и ожидания меломанов были оправданы. Великолепная шестерка, гордость страны, ведущий вокальный бренд Украины. Такими определениями награждают музыкантов «Мэн Саунд» музыкальной критики. Встречу с этим уникальным коллективом подарили зрителям Днепропетровска, организаторам музыкального проекта «Место встречи» – «Остров классики». Для меня очень важно было пригласить «Мэн Саунд» для того, чтобы «Остров классики» наполнился категорией людей другого возраста совершенно. Не случайно на концерт мы видим, что за пригласителями пришли студенты, музыкальное училище, консерватории, джазовая ассоциация и все, кто любит джаз-классику. «Мэн Саунд» в себя включает, наверное, как раз вот все те жанры, где профессионально он доносит до зрителя и классику, и джаз, и народное пение, и также духовное пение. Программа, которую музыканты «Мэн Саунд» представили на открытии 30-го музыкального сезона «Острова классики», была очень разнообразной. Это церковное песнопение, классика, народные песни и, конечно, джаз. Виртуозное исполнение, техничность и артистизм, богатая тембральная палитра – все это делает «Мэн Саунд» любимой группой поклонников джаза во всем мире. Участие в 70-ти фестивалях джазовой музыки, проходивших в 15 странах мира на трех континентах, такова география их выступлений. В Днепропетровске на «Острове классики» коллектив уже не впервые. Музыканты сохранили от этой встречи самые теплые воспоминания. Днепропетровск действительно для нас такой домашний город. Я имею в виду отношение, что мы здесь очень много раз бывали, и приятно, что ты знаешь, для кого ты поешь, и люди приходят услышать то, что они хотят услышать. Концерт состоялся в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. На нем зрители услышали величание, песнопение, молитвы в ее честь. Церковное пение в репертуаре группы – не редкость, ведь первые выступления ансамбля состоялись в храмах, поэтому в репертуаре много христианской музыки. Все музыканты – люди верующие. Мы не в первый раз участвуем в мероприятии «Остров классики». Мы сохранили самое позитивное впечатление от нашего последнего концерта. Это было потрясающее общение. Мы чувствовали себя вот именно в той ипостаси, что мы отдаем тот талант, которым Господь нас наградил. Как обычно, музыкальный проект получил благословение и молитвенную поддержку митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. Напомню, что «Остров классики» – это социальный проект, и он имеет популярность и уважение благодарного зрителя. Мое сердце только радуется от того, что приходит молодежь. Уже все присытились всевозможными шоу. А это то место, где действительно «Остров классики», где есть и классическая музыка, и классический джаз. В зале люди разных поколений. Многие из них не пропускают ни одного концерта на «Остров классики». Мы с особым трепетом идем на этот концерт, понимая то, что мы получим духовное обогащение. Идешь на такой концерт, как на праздник души. Я люблю классическую музыку, люблю джазовую музыку. В живую, к сожалению, не так часто дается послушать, но если шансы подают, то всегда пользуюсь. Агапелла, мне кажется, оно действительно как-то для души. Оно помогает как-то человеку раскрыться. Я просто люблю всякие эти мероприятия, потому что мне кажется, что на них люди сближаются душевно. А душевно сближала, конечно, музыка. По-новому зазвучали во время концерта известные всем произведения Баха и Грига, украинские народные песни и классические темы в джазовой обработке. Это «Миноэд» Луиджи Бакирини, мелодия Мирослава Скорика, две фортепианные прелюдии Сергея Рахманинова, интерпретированные как «Медленный свинк». У нас сложилась такая традиция выбирать песни, только те, которые нам нравятся, которые мы любим, потому что только от избытка можно кому-то подарить свою любовь. Потому что если ты поешь какую-то заказанную музыку, в лучшем случае технически ты можешь ее раскрыть. Но если это твоя любимая композиция, то это сразу видно, чувствуется, передается. Они профессионалы. Они действительно музыканты высокого класса. Они знают язык классики. Они прекрасно знают джаз. И это такой высший пилотаж. Ду-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- изобретателям-ареджировкам и абсолютно бесшовному дыханию. Этим музыкантам подвластно все, от произведений Рахманинова и Баха до музыки в мультфильмах студии Дисней. К счастью, это очень известные мультфильмы, часто это диснеевские мультики, известные и любимые всеми детьми, например, там «Аладдин» и «Не буду перечислять все». Музыкальная канва, которая там звучит на фоне всех этих событий, которые проходят в любом мультфильме, часто озвучена как раз группой «Матсауна». Солисты группы подарили переполненному залу сразу несколько премьер. Впервые в их исполнении на большой сцене прозвучала песня из фильма «Поводырь» и песня о песне Тараса Петриненко. Это не случайно. С концерта в Днепропетровске начинается концертный тур коллектива по городам Украины. У нас, начиная с 12 октября, стартует большой тур по Украине из 20 городов. Сегодня мы опробуем на искушенной днепропетровской публике все те премьеры, которые готовим для тура. Сейчас «Мансаунд» на пороге издания двух музыкальных дисков. Они прибавятся к предыдущим и пополнят коллекцию новых хитов. Всего у «Мансаунд» вышло 8 альбомов, и один из них под названием «Вояж» пользуется особой популярностью зрителей. В этом альбоме 15 треков на 11 языках. Каждая песня из страны. Насобирали, когда путешествовали. Общение с публикой – неотъемлемая часть программы. Концерт позволил и зрителям приобщиться к вокальному творчеству. Зал музицировал вместе с артистами. Бурные аплодисменты, награды музыкантам за талант и прекрасные исполнения. Звучит музыка Анна Регульская, Марина Полякова. Информационное бюро программы «Седмица» Днепропетровск. Всенародный день отца отметили в прошедшее воскресенье во Львовской епархии. Во всех храмах прозвучали проповеди о роли мужчины в семье. Начало празднования было положено еще в 2009 году решением первого всеукраинского форума по поддержке семьи и ответственного родительства. Представители общественных и религиозных организаций признали важным роль отцов для семьи и для государства в целом. Отца, который отвечает за сохранение жизни ребенка с момента его зачатия и вместе с матерью принимает активное участие в воспитании. Которая обеспечивает семью материально, а также воспитывает детей на основе высокой морали своим личным примером. Праздник появился как выражение любви и благодарности главе семейства. В этот день принято дарить своим отцам подарки и устраивать семейные торжества. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Берегите свою семью, своих близких и до встречи в эфире ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин